Позиция России зависит от руководства Армении. Возьмите все его телефонные разговоры, пусть расшифровывают и показывают, какую помощь просил премьер-министр от России с первого дня. Вам уже все будет ясно. До этого все время говорили, все время говорили, нет, вот-вот, мы сейчас победим, вот мы сейчас. Что за война, что за штаб, что за главнокомандующий? Помощи был, серьезные помощи стали оказать. Здесь просили, слушайте, начинайте переговоры. У вас проблема, ты главнокомандующий, ты двоечник, ты должен понимать, это не игра. Кто сказал, что мы границы должны предосмотреть? Мы должны были, какой есть, по факту, по факту. Он вспомнил какой-то карты и наглым в виде обманывает народу, что в 10-м году эту границу утвердили. Это внутреннюю границу утвердили в 10-м году. Этого человека опасно, он опасно. Когда Пашнян, не понимая, говорит, у нас мир пришел, это мир временный. Никогда армянский народ не смирится, то, что сегодня случилось. Никогда. Слушай, наши, говорит, предки, наши древние, этот, какой древний? Я понимаю, понимаете, он знает свои истории, сколько, сколько я знаю русский язык. Все вот это место, это привозит, готовит новую войну. Один Бог знает, когда будет. Ну, это будет. Не верю, чтобы, может, Пурция и Адровиджан быть партнером России. Я не верю. У нас история последних 10 веков показали точно обратно. Нам, армянам, сегодня, мы должны быть оптимистами, верить, мы создадим сильные государства. Мы докажем, что мы армяне. Мы сумеем, мы прошли много историй. И такие вещи тоже прошли. Ничего страшного случилось. Это было вчера. Сегодня мы другие. Мы будем меняться, делим двигатель, пойдем вперед. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!